Итак, мы возвращаемся смотреть третью решающую карту матча между MY и Polaris Esports. Polaris, ну, наконец-то показали, почему эта команда выиграла второй дивизион в своем регионе. И новичков раскатали, раскатали камбэкнув во второй карте и, возможно, камбэкнув полноценно в серию. Что же касается команды MY, ну, не смогли, не смогли в макро, наверное, сыграть должным образом. Допустили слишком много ошибок и, как я уже отмечал в прошлый раз, там, в чате почитал вас, тоже вроде как не согласны с билдом на Медузу. Ну, ладно, это уже все в прошлом, надо все заново начинать, надо побеждать. Polaris собирается побеждать с Terrorblade и в этот раз. Ну, раз пошло, раз не смогли его остановить, почему бы не использовать этого героя снова. Но знаете, что хочется отметить? То, что команда Polaris абсолютно плохо стоит линии в этой серии. Ну, вот плохо стоит линии. Причем в центре, как правило, вообще разрывают их, да? На других лайнах тоже все идет не очень хорошо. Terrorblade вот во второй карте неплохо проявил себя. Но, тем не менее, уфлейн надо поправлять. Может быть, героя доберут, который сможет с позиции силы сыграть на этом лайне. Сейчас узнаем в ближайшее время. После этого посмотрим еще один матч. Параллельно, как обычно, напоминаю о том, что идет D2CL. Там можно и за СНГ командами посмотреть. Поэтому welcome и туда. Прыгайте между каналами, смотрите всю Dota, что сейчас идет. Сегодня другой Dota не намечается. Ну и, конечно, BTS стартовал не только в Юго-Восточной Азии. Как это уже бывало последние годы даже, да? Последние пару лет. Эти сезоны BTS проводятся в двух регионах. Северная Америка и Юго-Восточная Азия, соответственно. По ночам мы тоже будем комментировать североамериканский регион. Там во вторую фазу пригласили команду Quincy Crew, Pozoomers, Thunder Awakened, Infamous и Wildcard Gaming. Ну что, рафлатурик для Quincy Crew как будто бы очередной, да? Ой, какой интересный герой. ОМВАЙ. Это Dawnbreaker. Вопрос только, какая-то позиция, 4 или 5. Ну, на пятерке вполне себе. Leona X здорово отыграл на Клокверке. Большую часть карты, да? В конце, говорят, не выкупился. Но если не считать этого момента, и хукшотами почти всегда попадал, и был эффективен, и на лайне, и потом в мидгейме. Ну, концовка смазанная получилась. Dawnbreaker чем славится на позиции саппорта? Тем, что этот герой не нужен постоянно вам в тимфайте. Он не привязан к вам, он фармит в этот момент. И прилетает только, когда это действительно необходимо. И за счет этого пятерка Dawnbreaker, или четверка Dawnbreaker всегда богаче аналогичной позиции соперника. Причем богаче намного. И Dawnbreaker в таком случае добирается до уже действительно дорогих и сильных слотов по типу Аганима какого-то, да? Холилокет покупается, как правило. И вот с таким набором Dawnbreaker способна спасать тиммейтов постоянно. Это действительно работает. В общем... И здесь жду чего-то подобного. Шторм будет стоять против Квапы. Очередь сил света заключается. Ого! Берется Шейкер. На позицию 4, скорее всего. Шейкер блокирует таким образом появление каких-то иллюзионистов, возможно. С другой стороны, они до этого сами забанили Пуэлла. Из иллюзионистов, ярко выраженных, остается только Нага Сирена, которая тоже против ТБ может работать. Те же иллджиниусы частенько против ТБ ее брали. Потому что это неплохо. Так, ну и последние баны. Банятся оффлейнеры сейчас. Вернее, оффлейнеры банятся командой MY, а Полярис банят Керри, конечно же. Решили убрать Вайда, да. До этого Пуэлла, до этого Рейскинга. И Тимбер в бан отправился. Возможно, будет появляться герой, который не очень хорошо против этого Тимбера стоит. Таких предостаточно. Хороший баланс у Полярис разных типов урона, да. Есть и чистый, есть и магический в избытке, и физический благодаря одному лишь Террор Блейду. Да и Квин оф Пейн тоже в Лейтеда с руки наваливает неплохо. В этом плане вообще никаких проблем в Полярис сейчас. Трон, Трон, говорит. Тролль в бан отправляется. И пикается Фантомка. Но самый простой такой вариант выбрали. Я даже не хотел ее вспоминать, потому что считал, что ну вообще такую Фантом Ассасин здесь можно вынести вперед ногами. Это непростая игра для Фантомки. До БКБ здесь игры нет совсем. После БКБ также не все идеально. Ну ладно, допустим. Пусть будет так. И ласт пик. Ласт пик Вайпер. Вайпер в сложную с Шейкером против Фантом Ассасин. И Донбрейкер или нет? На ком Леона будет играть? Леона не берет себе героя. Они разобраться, что ли, не могут? Коэффициенты от Винлайн возвращаются практически к первоначальным значениям. 1.3 сейчас на Полярис. На их соперников 3.05. Баннер по трансляции не забывайте. Можно получить бонус 2000. От Винлайн. Поэтому переходите на Д2ЦЛ. Параллельно также коэффициенты можно посмотреть. Ну и на следующий матч, который у нас состоит сегодня на этом канале. Это Лилган против Арми Джинниус. Да, Леона будет играть на Донбрейкер. Ну посмотрим. С одной стороны это 2 милишника против Вайпера и Шейкера. С другой стороны Вайпер, ну не то чтобы крепыш в начале. И если где-то ошибется, подставится, он вполне может отъехать. Да, это несложно убивать Вайпера. Не самая подходящая дабла для убийства Вайпера. Бывает поинтереснее. Но это не безнадежная линия. По крайней мере в самом начале. Вот если чуть-чуть Вайпера отпустят, если позволят ему играть первым номером, вот тогда будет посложнее. А чей вам драфт больше нравится? Мне, ой, я не знаю, мне наверное драфт Палерис больше нравится. Ну вот я сказал только что, что Вайпер, Вайпер очень важно хорошо начать. Вспоминая предыдущие две карты, Палерис хорошо не начинали еще. Может быть, эта карта станет первой в этой серии. Давайте смотреть. Сразу же Смоук нажимает с командой МВАЙ. Они до этого, даже до крипов, делали все получше немного, чем Палерис. В первой карте они три руны забрали, во второй карте они ФБ оформили. В первой карте они и ФБ, и три руны. Вот так будет правильно сказать. И это все равно дало некое преимущество на ранней стадии игры, именно на лайнах. И вот сейчас ведь они тоже могут поймать. Нет, тут уже все, наверное. Тут Фиссура будет, в крайнем случае. До конца, конечно, пойдут. Хотя... Все под Фиссуру подставляются. Да, тут нет смысла гнаться за Шейкером. Надо разбегаться по рунам, пытаться забирать... Ну, две-то понятно. Шейкер успеет даже до базы добежать, успеет и вернуться, отрегенится полностью. По большому счету ничего не потерял. Будут претендовать на три. Стоят в чужом лесу. Марс сейчас пойдет в свой лес. На речке тоже заберут. Должно доставаться три руны на команде MY. А, так и есть. Ну и просто... Разбегаются все по леням. Тут, кстати, обратите внимание, Гримстроук остался. И, возможно, будет попытка напасть на вайпера в самом начале. Вот в этом вайпер очень уязвим. Он абсолютно не способен держать удар на первом уровне. Фиссура блокирует крипов. Интересно. За счет этого ФБ будет чуть потруднее делать, да? И Гримстроук даже не остался на лайне. Просто улетел на топ, понимая, что... Это безнадежно. Это безнадежно. Вот так. Вот так вайпера душить. Первый уровень вайпер. Первый уровень вайпер. Он вообще бедолага. Он ничего не способен сделать. Есть фраг на вайпере. Но это то, о чем я вам говорил. Вайпер на первом, втором уровне он ни на что вообще не способен. Это просто слабый герой. Именно поэтому команды от него все чаще и чаще отказываются в сложной линии. И он уже там не герой. Не то чтобы первой, даже не второй стадии. Когда-то да, он был метовым. И пикали его гораздо чаще. И оффлейн он разрывал. Здесь он постарается приносить импакт на дистанции. Но фраг он уже подарил. Фраг достался не Фантом Ассасин. Это из хороших новостей для команды Полярис. ТБ плюс Бэйн. Линию уже пробовали. Ага. Но тут безнадежно, конечно. У Форса все. Второй уровень не успел получить. Ну, кстати, раньше ведь Незертоксин всегда качали на первом левеле. Таким образом быстро убивали первую пачку. Вышка разбиралась с вашими крипами. И потом линия ломалась. И было удобнее стоять. Но здесь они решили поломать линию благодаря Фиссуре, которая крипов заблокировала. Вайпер Незертоксин вообще не вкачал. Короче, ерунда какая-то, нет? При этом он может выключить вообще Фантом Ассасин потом на дистанции. Возможно, в этом расчет. Но первое время ему придется пострадать. Шейкер уже третий левел получил за счет того, что стоял в соло. Его никто не напрягал в это время. Шейкер ведь много урона получает. Сразу вайпер. А даже не в шейкера даггер полетел, чтобы думал вообще подходить сюда, не подходить. Можно и третий раз отъехать. Здесь два героя третьего уровня. Есть уже орбов Корожен. И что-то едет. Едет очень много расходников в Донбрейкер. Орбов Веном здесь. Орбов Корожен здесь. Так много орбов. В центре. Квин оф Пейн. По Крепстату не проигрывает Штормо. На равных стоят. Квин оф Пейн старается постоянно забрасывать Кортиком в Шторм Спирита. Вот на таких разменах, на таких контактных линиях, где постоянно мидеры тычкуются. Эта способность, конечно, очень хороша. Вот и после этих изменений, где лечение добавили, она стала просто сильнее. Фантом Ассасин отошла и сразу же пошла атака в Леону. И Леона умрет, наверное, да? Разменяться тоже не получится. Фантом К1 в 2 прыгать не станет. На топе тем временем Террор Блейда забрали. Вот что было нужно в прошлой карте, чтобы он так хорошо не стартовал. И они добились этого только сейчас. У Вайпера 5 крипов. Хороший герой. Второй уровень. Вот сейчас вернется Донбрейкер. Просто нападите на Вайпера вот прямо сейчас. Он только к крипам подойдет. Сразу же можно нападать, убивать. Его второй левел. Сапог. Это вот единственное его преимущество. Шейкер вернулся. Ладно, не даст в обиду. Постарается, по крайней мере, не дать в обиду. Фантом Ассасин уже четвертый уровень имеет. Будет покупать себе Баттлфьюри, естественно. Билд на этого героя не меняется уже многие годы. Шторм Спирит. Тяжело ему, судя по всему, против Квапы в последние минуты. И ушел он в лес получать уровень 6. У Квапы 6-й левел уже есть. Она стоит очень хорошо сейчас в центре. Опять старт за МВАЙ. Обратили внимание, да? Опять старт за МВАЙ. Причем опять достаточно легко они свои линии выигрывают. Сейчас на Вайпера напасть. Конечно. Враг. Тут помог Гримстрок, но можно двоих забирать таким образом. И Шторм также подходит, что у него по 6-му уровню. Есть 6-й уровень. Главное, чтобы маны хватило, чтобы полететь. Хотя он тут не нужен. То есть придет и сворует. Или фраг даже сворует. КНП получает. Давайте на Творца посмотрим. Там Клин Овпейн топ-1. Фантом Ассасин сразу за ней. Ну и каждая корпозиция сейчас чуть лучше идет у МВАЙ. Ваши версии света не будет сказать, что не каждая, потому что там керри и мидеры все-таки отличаются. Если мы именно три корпозиции сравниваем против трех корпозиции фантом Ассасин поляри стоп, все так ясно. Так, попытка напасть на Бэйна. Здесь ситуация 3 в 3. Гримстрок тяжело будет. Да. Гримстрок забирают. Пока Ксавиус отрабатывает за Вайпера. Опасно. Дабл дамаж был у Квин оф Бэйн. Шторм здесь дрался не по шансам. Вообще если Шторм придет вниз то это будут легкие фраги причем скорее всего 2. Шекер 5 левел получает у Вайпера только 4. Как там дела у Марса? У Марса все хорошо в этот раз, да? Гораздо лучше он стартует чем на той карте и даже опережает какое-то количество денег ТБ. Но этого Марса сейчас будут гангать. Под Метаморфосу под Сниквейп скорее всего. Ну все а тут уже не выйти. Правда ставится арена и погибнет Террор Блейд в первую очередь. А Марс до сих пор живет. А Квин оф Бэйн ловит Сайленс. А Квин оф Бэйн хоть и зарабатывает фраг но погибает следом. Аксвелл сработал минус квапа вот вам и ганг на Марса. Здесь ничего не меняется здесь вайпер 345-й раз в таверне сидит а вот Фантом Ассасин необходимо отходить. Уйти будет непросто потому что есть и Хаслэму, Шейкера, ну Ксавиус здесь уже полноценной тройкой становится а не вайпер. Вайпер будет просто Фантом Ассасин дебафать судя по всему. В этом была его изначальная цель. Ты бы готов уйти в лес. Опять вот этот джентльменский набор есть ПТ Рейсбэнд в прошлый раз два покупал в этот раз одного посчитал, что будет достаточно. Все равно язык не поворачивается сказать, что команда Полярист на две головы сильнее, чем их соперник. По трем картам уже не могу этого сказать. МВАй вот так вот бы поиграли во втором дивизионе. Например. вполне могли бы составить достойную конкуренцию. Тех же Теллун и Спортс раскатать, например. Или попадаться там Сникбогэлл. В центре Фантом Ассахин пытаются убить через Финскрипт. Сайленс прилетел на Пэйна и не хватило урона, чтобы убить Фантомку. Пинфэйн готова прыгать, да? И не угадывать. Не угадывает, а вот здесь угадывает. Здесь хорошо. Размен состоится. Неравнозначный, конечно, размен. Полярис. Он устраивает больше. И Квапа после этого убийства отрывается сильно от всех остальных. Сразу же нажимается Смок. Под арену Марса попытаются убить снова Террор Блейда. Даже под вышкой на самом деле можно на него нападать. Однако не найдут его, потому что он летает вниз. Ну, значит, будет фармить просто. Марс фармить свой блинк, толкать линию, вышку пушить и так далее. Вот, кстати, о деньгах Донбрейкер. Стоит уже в соло довольно долго. Если бы Шейкер там не надел киллов. 2-1-3 у него статистика. Лена Икс наверняка бы был на первом месте в Кунетворце, но я думаю, что он вполне может два Шейкера догнать и обогнать потом на дистанции. Интересно. Здесь будет попытка отбить этот Таур. Классная арена по всем. Копье попадает и Донбрейкер врывается. Есть у Хаслэм неплохой. Но урона пока не хватает. Может быть, хватит на Донбрейкер. Этого мало. Этого мало, чтобы считать этот размен удовлетворительным. Квин оф Пейн выживает. Уходит из-под копья. Ой, Шторм-то что, остался? И ману все потратил. Но куда? Ты же знал, что папа живая. Куда полез-то? Очень грубая ошибка сейчас пока живет. И Финс Грип остался у Бэйна. И Марс заберет. Квин оф Пейн, конечно, отрабатывает сейчас за всю команду. Пока команда руинит, Квин оф Пейн работает и справляется пока со своей задачей этого гейммейкера. Ой, здорово как. Находит Шторма. Понятно было, что он по этой траектории пойдет. Еще и Слип. Тимфайт имени Квин оф Пейн. Удается разменяться. Гримстроуку. Давайте посмотрим, сколько человек вообще погибло. А, ну это не полный тимфайт, потому что погиб ТБ и Шейкер. Пантомки и Вайпера, да, в этом всем не было. Не участвовали. Но Клопа действительно пока играет королева. Пять фрагов. Огромный импакт. Куча заработанных денег. Есть уже Сэнж. Две тысячи здоровья. Как с ней справляться, не ясно. Да, она по-прежнему умирает за контроль, но теперь этот контроль продержать ее в контроле становится сложнее. Могут найти сейчас Донбрейкер. А в идеале вообще найти Шторма. Донбрейкер ставит легкий так. Естественно. В ПН он достается. Сентрифорс ломает то-один вышку. Команда сейчас подойдет, поможет. Тут Полярис на опыте. Ну и, конечно, на личном исполнении. Второй позиции. Или будет попытка отбить Марс. Интересно, конечно, зашел, арену не поставил, успел это сделать перед своей смертью, но команда уже, посмотрите, без ресурсов осталась. Кенуф Пейн очень хочет пойти за Штормом до конца. Нет ультимейта, правда. Но с Кримом нет. Не в Шторма попадает Скин. Донбрейкер. Неужели на развороте попытаются забрать к вапу? Ну, вам контроль, ребят, не хватит. Кримстрок просто пошел погибать. Посыпались. Посыпались МВАЙ. Раскатывают их. Причем раскатывают вчетвером. Вот их 4 играет. 4 игрока. Хорс где-то на своей волне. 5 смертей. Более всех на карте. На уровне пятерки. двое, а тут еще и фантом ассасин находят в лесу. И тут тоже вряд ли получится ее спасти. Есть убийства, есть уник вейв. Он мне нужен для того, чтобы двух этих героев забрать. И прям строка находит. Ну, тут, конечно, Пейн. Я не знаю, как ее останавливать. Они слишком много позволили ей собрать. Только что, казалось бы, доминейтинг был. Уже год лайк. Так, 10-1-1. Я сказал, 5 недавно. Вот уже 10, реально. И в итоге Квин оф Пейн на этих киллах... Крипов, наверное, не так много и добито, да? Да нет, прилично больше, чем Фантом Ассасин. Ну и куча киллов. И за счет этого Квин оф Пейн... Так сильно оторвалась. Все остальных может позволить себе в один в три уже прыгать. Забрать ее тяжело. 2000 хп. Не угадывает сейчас. А вот сейчас просто. Соник Вейв. Легкое убийство. Бьем год лайк. Форж, можно пойти пару раз... Умереть, наверное, да? Все равно ничего не изменит. Сбить телепорт нечем. Как действовать-то теперь? И тот самый случай, когда конкретно линии отставили неплохо. Ну, то есть первые 6 минут, да? 7. А как только начались перемещения Квин оф Пейн, игра... У МВА просто развалилась. Они не понимают, что делать с ней. Они ее пару раз отпустили. И квопа... Ну, слишком большая уже. Просто слишком огромная. 15 уровень. Фантастика. Смотрите просто на вот эти уровни, да? 15-й левел, 12-й левел появился только что УТБ. Донбрейкер не находит возможности для фарма. Будет врыв. И будет арена. Классная минус Шейкер, минус Бейн. Ну, вот это хорошо. Вот точно так же, только на квопу и ТБ. Лучше на квопу. Лучше два раза на квопу. Или даже больше. Чтобы как-то сбить ей темп. Потому что смерть двух саппортов, она по большому счету ничего не меняет. Квин оф Пейн посмотрите, да? Видя цель, сразу же прыгает от нее. Понимая... Что-то неуязвимо. Вышка будет спушена, судя по всему. Нет. Решили оставить на потом. Решили отдать приоритет защите... Вышки центральной. БКБ будет у Фантома Ассасина. Здесь без БКБ вообще ничего делать. Но проблема в том, что и БКБ не сильно будет спасать. В первую очередь от Шейкера, наверное. Комбинация станов Шейкера. Тебя не отпустить. Не жадничает Квин оф Пейн. Дает свой тиммейт. Бивают. Донбрейкер. Здесь Финскрип. Магист ждет тиммейтов. Аква-па уже здесь. Такое чувство, что они по цепочке выстроились для того, чтобы Квин оф Пейн фраги собирала. Ну сколько можно? Лилуч разрывает. Хватит кормить Квин оф Пейн. 13 киллов. КНП пытается найти фарм уже в настолько опасных точках. В чужом треугольнике. Потому что весь свой лес занят. Фармить не дают. Фармить негде. Теперь на Цуме информацию получил. Да, он не убьет. Да, он телепорт не собьет. Но теперь будут знать, что периодически Фантом Ассасин тусуется где-то у нас. Заход на Рошана. Ну пора было это делать. Слишком комфортно. Команда Полярис. Правда им пытаются помешать. И, кстати, неплохо обрываются. И это шанс перевернуть эту игру прямо сейчас. Убивают ТБ. С Квапой это что делать? Что делать с Квапой? Размен один в один? Не, Квин оф Пейн бессмертная. Она идет дальше. Там погибает Шторм. Гримстрок пытается улететь. Улетает. Но вы сами понимаете, что даже убийство Террор Блейда ничего в этой ситуации не меняет. У вас погибло два Акора. Рошан как-то оставался, так и достанется команде Полярис. Правда теперь выбора не будет, кому отдать ей. Аеги будет у Квапы. Аеги все Квапы. Это две жизни и так казалось бы бессмертного героя. Или лучше Квапайт себе в шарт. Шикарная штука. Шторму будет сильно мешать. Там Ассасин. Будет сильно мешать. Или у нее есть БКБ уже? Видимо, да. Летит Курьер. Марс. После Блинкапа, обратите внимание, ничего не купило себе. Так, много времени прошло. Шикар в Соло пытается? Да нет, конечно. Или луч всегда здесь? Он всегда здесь. Он никогда... Не пропускает фраги. Не пропускает пауэрап руны. Ну, наконец-то, да. Две карты. Не самая классная игра от него. И тут на третий, наконец-то, оторвался. Че ж на первой-то случилось? Нет. Не дают улететь. Там Линдзо у Бэйна. Он достает. И он на Икс. Погибнет. Можно спушить вышку в центре. Да можно все, что угодно делать. Можно на хай-граунд подниматься на самом деле. Надо выиграть один тимфайт. Выиграют тимфайт, выиграют игру. Ресурсов на... Две драки не хватит. Выиграют на вайпера. У вайпера есть БКБ. Пока нажать не может. Не дают. И не выпускают из контроля. Хорошо. С Клопой так просто не справится. Шейкера также держит. Но приходит ТБ. Приходит ТБ. И начинает со спины нарезать просто всех героев соперника. Кпин оф Пейн готова идти уже туда. За Т3. Для того, чтобы справиться с Марсом. Очередной даблкил. Там еще и донбрейкер поймали. Ну что, 3 в 1. Вайпера убили. Только благодаря тому, что он не успел нажать БКБ. Да, его из контроля не выпустили. С Клопой надо то же самое повторить. С ТБ надо то же самое повторить. Клопой два раза. Ближайшие... Две минуты. И стараются сейчас все три линии немного пропушить Полярис. Ну, чтобы можно было выбрать, откуда совершить заход. Шейкер. Есть Киссура. Есть фраг для КВП. 19 киллов. Я рекорды не смотрел на Квин оф Пейн. Но я думаю, что если игра в таком же темпе продлится, еще минут 15, то на рекорды можно будет замахнуть. Наверняка там есть показатель КДА за 30. Я уверен на 100%. На то и за 40. Повторюсь, здесь 15 минут. И главное не допустить еще одну смерть. Ну, чтобы КДА высчитывать, вторая смерть недопустима. Чтобы идти на рекордный показатель. Ну, так уже 23. Шива. Квин оф Пейн. Ну, тут слово ее выживаемость. Теперь еще и тонна брони. Уже и Фантом Ассасин не так ощущается. Которая и так не отличалась особой силой. Четная вышка уничтожена. 16к. Ну, хочется всегда, чтобы команда уже поднимала на хайграунд. Ведя настолько серьезно. Но команда соперника сама выходит с базы. Никого не убивает. ТБ же сам пошел за Марсом. Приходит Кин оф Пейн. И началось. И началось. И надо бежать всем. Минус раз. Минус два. И не закончился. Это не важно. Шторм Спирит спрятался. Фантом Ассасин зацепили, кстати. Приходится нажимать БКБ и бежать просто в сторону базы. В сторону уже не базы, а фонтана даже. База сейчас не гарантирует безопасность. Ой, а куда выбежал? Хотел вниз пойти по фарму. Шторм Спирит пролетел. Нацуми даже не посмотрел в его сторону. Он просто ломает бараки. Понимая, что там двух героев нет. Байбэчек у них нет. Шейкер. Смотрим. А, ну есть возможность просто спрятаться. Вот так и мисс. И легко справляется. Тем не менее, с фантом Ассасин. Шторм Спирит пытается ответить. Любить Шейкера. Шейкер силовик. Это непросто. И Финс Гриб какой в последнюю секунду. Шейкер это спасает. Шторм же в таверне. 22 тысячи после этого. И надо заканчивать эту серию в свою пользу команде Полярис. Ну ладно, дали ребятишкам выиграть одну карту. Не проснулись, наверное. Слабенько сыграли Полярис на первой. Слабенько сыграли половину второй. Но начиная с концовки второй карты. И третья вся теперь в пользу. МВ нажимает на В. Вообще не боится. Продолжает драться. Считает, что убьет. Нет, не убивает. МВ не сдаются. Может быть Полярис для них слишком мощный. Может быть с кем-то другим получится получше. Кто-то другой. Это Лилган. Или Арми Джинниус. Одна из этих команд. Уезжающая там 3 с половиной часа улетит в нижнюю сетку. И будет играть скорее всего с МВ. Убили Пэйна. Вайпер нажал БКБ. Фантом Ассасин просто бьет его руками. Помочь Вайперу никто не может. Вайпер это сейчас добьют. Даблкил для штамма Спирита. Минус 3, кстати. Дрон стоит. Т4 стоят. Играем. На ЦУМе. Скади БКБ. Тот же самый билд классический. Ничто не меняет. Кейн пидезолятор что ли взял? Да, взял дезолятор. ДПС увеличится. Безусловно. Кстати, вайперы сейчас могут перехватить. Он очень осторожно действует. Ждет крипов под вышкой. Там тиммейты, если что, подтянутся. Помогут. Не подтянулись. Не помогли. Просто фраг на Вайпере. Окей. Теперь же фраг на Вайпере, который мало что меняет. А теперь уже точно Полярис имеет смысл дождаться. Аегис. Забрать Трашана. Забрать Аегис. Забрать Шарт. И пойти закончить эту серию в свою пользу. Нажимают смок. Предварительно можно поискать фраги. Вайперов не обязательно. Вайперов не обязательно использовать для этого. И вчетвером справятся. Там же и Шейкер. Да. Случай хорошего врыва. С третьим ультимейтом может очень много. Но я не знаю, что будет. Мой эхо слой крутительный получился. И контратака сразу же последовала. Шейкера забрать нет. Там Марс параллельно убивают. Шейкера пытаются добить. Шейкера добейте поскорее. Добили. Арена ставится после байбэка. Шторма уже нет. Ситуация сейчас 4 в 4. Как только вайпер подойдет. Он летит на Т1. ТБ в форме. ТБ готов игру заканчивать. Надо это делать за метамархозу, чтобы не отступать. Вступить на Рошана тоже не ошибка. Начинает ломаться Т3 на топе. Шторм поехал. Вейна. Неплохая цель. Очень легкая цель. Фантом Ассасин. Куда прыгнуло непонятно. Фантом Ассасин стирают. Байбэк есть. Байбэк пока не нажимается. Ну, надо всем нажимать в таком случае. Конечно. 4 байбэка. И ситуация будет 5-4. Все равно большинство у Полярица. Шторм Спирит. Ну, куда ты, дружище? БКБ не было. Выживет. Ладно. Хотя бы выживет. Но АТБ разрушает. Или нет. Не добил. Решили, что надо сыграть понадежнее через Рошана. Дождаться следующей морфозы. Если я выйду, я могу уйти. Если я выйду, я уйти. Если я выйду, я уйти. Рошан. Почти тридцатку ведут Полярица. За полчаса игры. Это много. А я все слежу за показателями Квину Фэй. Мне очень интересно, чем это все закончится. Шекер на 100 секунд. Ахва-па пошла. Кда зарабатывать? Ихать корона. Сбить некому. Гонстроука забрать будет попроще. Лилуч. Продолжает превосходить богов. Тираса у Вайтера. Синер Бэйн. Каба нажимает. Кстати, Аегис не у Квапы. Он просто прыгает в толпу врагов. Варенье застряло. Кто-нибудь будет урон по ней давать? Некому давать урон. Это все без у Неквейва была. Неквейв откатится через 3 секунды только. Не сдаются МВА. 2 в 4. ТБ тем временем ломает и 4 вышки. Минус первая. Хватит душить людей под фонтанами. Глассептор куплен на всякий случай. Неквейв готовится. Есть один фраг. Есть ассист. Гудгейм 2-1. Полярица. Выигрывает эту серию. Но не без проблем. Это было хорошо. Это было мощно. Но только лишь третья карта. Первая, вторая все равно местами не получались. У Полярица особенно первая. Которую они закономерно проиграли. Ну что ж. Заканчивается эта серия победы Полярица и Спортс. Они проходят в следующий раунд первой фазы. Это то, о чем я рассказывал. Первая фаза, из которой в основную вторую фазу попадут только 4 команды из 8. Вот они разделены на 2 мини-сетки по 4 команды. Они проходят финал верхней своей мини-сетки. Что касается следующего матча Телилган против Арми Джениус. Этот матч состоится. Не знаю, по расписанию или нет. Но в любом случае 7-10 минут у нас точно есть. А то и 15. Вернемся уже к этим встречам. Параллельно смотрите D2CL. Я пока уйду на перерыв. И буду ждать вместе с вами старт второго матча. Далеко не уходите. Далеко не уходите.